Когда мы с вами говорим о стилях обучения, мы опираемся на теорию множественного интеллекта. Подчеркиваешься то, что люди могут быть умными по-разному. В прошлый раз мы говорили об учениках с развитым воображением. Сегодня мы поговорим об аналитически развитых учениках. Аналитически развитые ученики — это мечта любой матери. Это дети, которые могут одни с книжкой просидеть очень долго и после этого рассказать всю классификацию динозавров, которая существовала в истории. Это внимательные слушатели, которые задают умные вопросы и которые нацелены на то, чтобы воспринимать и обдумывать информацию. Как правило, эти ученики очень хорошо принимаются в школах, потому что лучший способ, как они могут заниматься, — это сидеть за столом в полной тишине и внимательно слушать рассказ учителя. Как правило, это люди, которые очень рациональны и последовательны в своем мышлении. Они любят рассматривать все стороны вопроса, прежде чем они приходят к какому-то заключению. Выводы и решения такие ученики делают на основании рациональных размышлений. В западной культуре около 30% всех учеников относятся к аналитически развитым ученикам. Остальные проценты приблизительно поровну распределены между другими стилями. Это означает, что наши образовательные программы ориентируются на качество и способности только третьи тех ребят, которые учатся в школе. Аналитически развитые ученики обладают прекрасной памятью. Они с легкостью запоминают факты, поэтому на уроках истории они могут блистать хронологией и рассказывать имена древних правителей с большой легкостью, вызывая зависть у всех других учеников. Им легко даются концепции и модели. Когда они проходят какие-то сложные предметы, они выстраивают умственную модель и просчетывают различные варианты, как она может работать. Это ученики, которые лучше всего учатся в тишине. Для них важна сосредоточенность и важна обстановка, которая не мешает занятиям. Их ум является основной ценностью. И они всегда очень чувствительно относятся к тем вопросам и ситуациям, когда он споставлен под сомнение. Как правило, они приобретают репутацию самого умного в классе или человека, который больше всего знает. Подобно Знайке в повести «Незнайка в солнечном городе». При принятии решений аналитически развитые ученики всегда ориентируются на то, чтобы найти единственно правильный ответ. Если мы говорим о таких вещах, как принятие веры и следование за Христом, то часто это вызывает сложности у аналитически развитых учеников. Они с удовольствием читают различную богословскую литературу, историческую литературу, различные мнения по поводу религии, чтобы вынести рациональное суждение. И не всегда рациональные аргументы – это то, что работает в случае, когда мы говорим о взаимоотношениях с Господом. Поэтому не так много людей, рациональных людей, сидят в наших церквях. Тем не менее, когда аналитические ученики приходят к Господу, они начинают заниматься образованием или богословием, и подобно Блезву Паскалю, блестящему мыслителю, после того, как они уверуют в Господе, начинают подбирать множество рациональных аргументов для того, чтобы приводить людей к Христу. Какие же есть слабые стороны аналитически развитых учеников? Самой слабой стороной аналитиков является их рациональность. Опять же, продолжение их сильной стороны. В своих рассуждениях они иногда бывают очень логичны, категоричны, и совершенно не замечают то, что их слова могут ранить окружающих их людей. Иногда они имеют склонность занимать законническую позицию и осуждать людей, поступающих неправильно. Другой слабой стороной является их склонность к личному размышлению и к одиночеству. Это те люди, которые часто избегают людского общества для того, чтобы они могли провести время в своих размышлениях. Таким образом, основными слабыми сторонами аналитически развитых учеников является их слабое взаимоотношение с окружающими людьми. Подведем итог и дадим общее описание аналитиков. Итак, аналитически развитые ученики любят, когда информация представлена логически и последовательно, ценят факты, цифры и теории, спорят, чтобы логически доказать правильность ответа или своей позиции. Они ценят умных и мудрых людей. Они строят долгосрочные планы и способны видеть последовательность их выполнения. Они любознательны по отношению к идеям. Считают себя интеллектуалами. Они терпимы к различиям в теориях. Целят правильность мнений. Любят слушать и конспектировать информацию. Любят учителей, которые много дают, дают много информации. Они предпочитают заниматься в тишине и обучаются традиционными методами. Они не любят ситуации и методы, в которых нет очевидного победителя. Они судят по себе по уровню своих умственных способностей. Они нуждаются в соперничестве. Но бывают безличны и любят работать в одиночестве.